Взгляд дяденьки, дайте денег на свободу слова. Л. Дяденьки, дайте денег на свободу слова. 17 июля 2019 года, 12.2 фото. Йоханнес Айселл слэш Ройтез. Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Миф о том, что в России нет свободы слова, а вот на Западе, сам по себе прекрасен, потому что прежде всего говорит о том, кто его любит тиражировать. У него два адресата, первый сугубо внутренний, для оболванивания местного населения. Ну, чтобы анчоусы, как выражается авторку эхо Москвы Юлия Латынина, чувствовали себя именно так, как нужно униженно и оскорбленно. Второй адрес сон формата. У нас тут в Рашке и Окупашке совсем нет ни свободы слова, ни хамона, а поэтому, дяденьки, дайте денег на борьбу. Ну, если поискать, то хамон, вообще-то, есть, а вот со свободой слова. Погодите. Все эти тексты про отсутствие свободы слова ведь не на самиздатовской пиш-машинке печатают. Это же идет постоянно в российских радио- и телеэфирах. Правильные политологи по всему интернету посыпают голову пеплом, какие все-таки русские лишенцы на предмет свободы слова. У вас не возникает ощущения некоего противоречия? Или вот то, что мы видим, это именно ее отсутствие, а вот где-то там, где трава зеленее, есть настоящая свобода слова. И тут мы ступаем на довольно скользкий путь сравнения тут и там. А скользкий он по вполне очевидной причине картина, даже в пропагандистском изложении для стороннего наблюдателя, резко изменилась. И скорость этих изменений нарастает. Еще на нашей памяти все было просто вот, есть закрытые на все пуговицы СССР, тюрьма народов, бла-бла-бла, и есть сиятельный запад, где можно выйти на лужайку перед Белым домом и сказать, что Рейган идиот. По эту сторону границы на замке кругом шныряют сексоты и душат свободное слово интеллектуалов с метро-аэропорт. А вот там все в шоколаде, джинси и свободной любви. Я сидел как-то в Лос-Анджелесе за столом с такими интеллектуалами и именно с метро-аэропорт, где всегда старались жить обласканные баблом и привилегиями киношники и писатели. Так вот, двое из них электриками работают до сих пор и счастливы. Но неважно. С джинсой разобрались. А свободную любовь уже стараниями прогрессивной общественности добивают метушницы. Что там еще? Ах да свобода слова! Для широкой немецкой, например, общественности свобода слова закончилась ровно в 2015 году. Хотя на самом деле ее и не было никогда. Вы ведь действительно думаете, что прекрасный журналист Ульрика Майнхоф взялась за автомат, потому что она сумасшедшая убийца-террорист, а не потому, что ее затравили за ее статьи в журнале «Конкрет», которые с огромным трудом прорывались к читающей публике. А ведь это было давно именно тогда, когда голос Америки и свобода страстно учили советскую аудиторию безграничной и трансграничной свободе слова. С тех пор постепенно сначала университетские аудитории перестали быть местом для дискуссий и там поцарилось правильное единообразие мысли. И теперь выступление неугодных лекторов – причина того, чтобы пришли боевики антифа и сожгли кампус. Это в Америке. А в старой доброй Германии отклонение профессора от политики партии означает донос в том числе и со стороны студенческой общественности, а затем и увольнение. Традиции никуда не делись. Общество должно одобрять политику партии и выражать устно и письменно только ее поддержку. За долгоды иммиграционного кризиса 2015 года член Совета директоров немецкого федерального банка Тила Сарацин в интервью журналу Letra International сказал, что большая часть арабских и турецких иммигрантов не желает интегрироваться в немецкое общество. Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан уважать того, кто ничего для этого не делает. Я вообще не обязан кого-то уважать, кто живет за счет государства, отвергает это государство, не заботится должным образом об образовании своих детей и постоянно производит на свет маленьких девочек в оплатках, сказал Сарацин. На него напали все от бывшего канцлера Шмидта и председателя комитета Бундестага по внутренним делам до самого последнего берлинского режиссера. Директор банка потребовал от него уйти в отставку. Но Сарацин слишком крупная фигура, чтобы его так просто было подвинуть. Тогда ему ограничили полномочия в Совете директоров банка. Казалось бы где банки и финансы, а где свободные слова о насущной проблеме, которая признается правящей партией за несуществующую. А когда он выпустил книгу «Германия самоликвидация», то управление банка ходатайствовало аж перед федеральным президентом ФРГ, чтобы он уволил Сарацина из банка. Это как если бы Герман Греф пошел к Путину просить уволить своего зама за то, что он написал какую-то книжку, где тот описывает некоторые особенности жизни гастарбайтеров в Москве. Можете себе представить? Нет. Ну давайте тогда дальше поговорим про свободу слова тут и там. Сарацин член СДПГ, то есть социалист. Так вот до сих пор партийцы пытаются его выкинуть из членов партии. Потому что СДПГ вдеснела бы за ЭЦС ленг, левыми, которые, конечно же, кричат «Везите больше беженцев». Но окончательно со свободой слова распрощались в 2015-м, когда ни одно слово против политики неконтролируемой иммиграции в прессе не осталось безнаказанным. Отныне каждый не только недовольный, но и просто сомневающийся автоматически имеет статус нациста и расиста с аргвыводами. Даже сейчас, когда Гамбург первым из федеральных земель опубликовал шокирующую статистику, из которой яствует, что нападение с использованием ножа иностранцами происходит каждый день, обсуждение прелести эмиграции – это жесткая табу в офисах и на предприятиях. Только убедившись, что его никто не слышит из тех, кто может донести, немец смело критикует Меркель. Это очень знакомое советским людям движение головой «Ой, а не слышит ли кто?». Потому что у всех перед глазами прекрасный кейс со свободой слова, когда начальник разведки МААС публично объявил, что никаких нацистских беспорядков и охоты на иностранцев, по данным полиции и разведки, в Хемнице не было. Его уволили в два дня. Потому что это полностью противоречило официальной пропаганде имени матушки Меркель. Согласно ей, в Германии распоясались неонацисты, от которых надо немедленно защитить мигрантов. Но если вы думаете, что красота со свободой слова – это только в Германии, посмотрите кейс с так называемым «конгрессом по свободе слова» в Лондоне, на который отказались регистрировать русские СМИ. На каком основании и? Потому что пропаганда и дезинформация. Впрочем, ни одного примера дезинформации никто не предоставил. А уж ярлык пропаганда можно прилепить даже на конверт пластинки Элтона Джона. Если сильно захотеть. Потому что пропаганда – это пропагандистский термян. Так что, расстроившись, читатель, иди за правдой в интернет. Сейчас как раз Фейсбук банит тысячами аккаунты несогласных с политикой Демократической партии США. И даже Давидж официально разрешил травлю и угрозы несогласным. Правда, через три дня убрал новые правила. Вот там будет тебе свобода слова. Трансграничная. Кристальная. Аминь. Аминь.